следующий аромат он достаточно дорогой но что это ниши или как это вообще назвать эту категорию я не знаю аромат rose называется от бренда rag and bone я так поняла это бренд сеть магазинов с одеждой и аксессуарами и они выпустили вот серию своих ароматов там достаточно много и я вы до что выбрала я увидела за три копейки так сказать аромат названием rose и конечно схватила его но потом я посмотрела и узнала что аромат достаточно дороговастенький 50 миллилитров здесь стоит это все счастье 140 долларов на их сайте такие новые 2016 года кажется не вышли очень такой добротный качественный флакон чувствуется что это не просто здесь все на магните такая классная с такой фарфоровой керамической вставкой мощный магнит и самое главное роман конечно не флакон вот это кайф когда я его получила попробовала вау это роза же но роза но они но они же все разные но роза нас такая разница и вот этот он похож немножко и на клоя мне чем-то напомнил такую какую-то разбавленную водянистую версию маля у на роз и я мне кажется я им уже поливаюсь очень давно но что-то не видать по флакону он был какой-то полный просто под завязку и он очень мега стойкий это и он такой стойкий но одного спрея вполне достаточно и он офигенно шлифит просто потрясающий аромат я безумно счастлива что я его нашла потрясающий свежайшая красивейшая роза пирамида там достаточно интересная там несколько видов розы амброкс белый мускус кедр перец ощущение этот аромат создает что как будто погружаешь погружаешься в такое свежее прохладное влажное облако аромата розы аромат от calvin klein beauty аромат новичок моей коллекции и я очень рада что его приобрела ой такой хорошенький такой прям хочется вот когда его слушаешь хочется прям так вот улыбнуться и ой такой лапочка такой хорошенький но очень очень позитивный аромат дарит конечно улыбку дарит безусловно ощущение красоты такой очень яркий и он достаточно гладкий слитный ощущение аромат цветочный с легкой древесностью и кажется с очень легкой мягкой такой скрытой животинкой оказывается там всего три ноты в этом аромате амбрета кедр вирджинский и жасмин я очень рада этому аромату летом он очень даже неплохо я когда начала им пользоваться я просто не смогла себя за уши от него тащить и я не знаю может быть он лучше и не за общем как он звучит другое время года действительно аромат яркий и нежность он при этом не теряет дальше аромат от арифлейм и клад уикенд аромат мега позитивный просто дарит сразу мгновенно море позитивных эмоций улыбки радость ой такой нежный звонкий то есть но ему радуешься как вот летнему отпуску или долгим свободным выходным которые ничего не нужно делать просто отдыхать и наслаждаться цитрусовый водный свежий но в нем что то есть такое чего хочется проглотить слюнки очень такой тонкий ненавязчивый еле заметный фруктовый аккорд совершенно практически незаметный но вызывающий привыкание кто не любит отдыхать кто не любит уикенд а это фланкер мной обожаемого идиль от герлен идиль у саблайн идиль совершенства это водно цветочный аромат такой влажный сладостный и на фоне вот предыдущих всех вот этих кисленьких таких цитрусовых он явно пресный пресно-сладко-свежий пресная сладостность и свежий слечи персик роза почули мускус все так соткана гармонично женственно здесь очень достойно красиво по герленовски он мне кажется он посолиднее чуть-чуть своего прародителя первого тот идиль оригинальный он такой более романтичный его кажется уже сняли с производства мне он безумно нравится нужно запасаться и сестре моей он очень понравился тоже а вот этот просто мой крышесносный любимчик the merchant of venice венецианский купец suave petals нежные лепестки это дорогущий нишевый аромат и в штатах его практически невозможно найти ну конечно мне удалось я надыбала все таки прислали из европы и он очень стойкий аромат и мне кажется я просто вдарилась в запой с ним но как видно что как будто бы немного я истратила мне казалось что я каждый день им пользовалась и я очень мало вообще наношу парфюм особенно такие сильные стойкие нишевые ароматы но это просто это такая у нас не мега любовь случилась я недавно его от весной для себя открыла уже даже запаслась еще одним заранее флаконом потому что но это как это нереальная красота и когда говоришь об аромате это аромат нежного весеннего розового цветения ну представляешь все что угодно но только не такое потрясающе богатое прочтение сыщенный он пудровый это розовое цветение сакуры таким вплетенным тонко ароматом молодой надломанной веточки дерева действительно он пудровый чарующий он совсем не легонький не не такой воздушненький но он 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 очень нежный и он окутывает этим пудровым розовым шлейфом розового цветения на самом деле очень шлейфовый аромат ой но я могу о нем очень долго говорить и там просто мой какой-то бешеный восторг огромная любовь и тогда я зимой его не поняла сейчас еще раз попробую может быть по-другому отреагирую на принципе это неважно весна лето это просто ну я не могу от него я себя тоже также за уши от него отрываю чтобы ну разнообразие было какое-то понимаете аромат от и семьяки лёдисей флораль этот именно флакон он действительно один из самых первых единиц моей коллекции я делилась им сестрой сама пользовалась и никак вот мы его не закончили в принципе нравится просто бешеного восторга нету у него очень много общего со своим прародителем семьяки лёдисей чувствуете что-то такое вот из прошлого из ушедших десятилетий это розовый аромат розы какой-то водной водно-цветочно-розовый аромат и даже кажется так как будто он пыльноватый мне в нем что-то мешает у меня всегда не лады с лилией она там есть нот там немного роза лилия апельсин дерево розовый водный и пыльный я к нему достаточно редко притрагиваюсь может быть наверное в самое вот это пекло солнечную жару он пыль пыльнит как-то мне душит сейчас прохладно в комнате он такой красивый нужно все таки ему воздух нужен не совсем так он и лет и летний оказывается следующий мой аромат недавнее приобретение от реплика promenade in the gardens променад в саду и первое впечатление ой очень приятненький поначалу хочется о нем говорить как-то уменьшительно ласкательно такой хорошенький красивенький садик с цветочками это это зелено цветочный аромат он прохладный влажный зеленый много цветов он красивенький и мне кажется реплика здесь в миниатюрном виде это как сад для кукол но не простенький а он просто упрощен по духу для восприятия вот просто для наслаждения не напрягаться чтобы далеко на долго не уносила просто наслаждайтесь променадом в виртуальном идеальном цветущем саду но он шипровый и дальше позже он раскрывается как бы природными элементами есть в нем и земля и воздух бальзамичность зелень чем дальше тем он красивее и сложнее раскрывается и из хорошенького садика попадаешь в оксфордшир восьмидесятых годов такой достаточно обманчивая штучка а вот еще один цитрусовый свежачок но не голубой а розовый это аромат от раша эклят дагу в переводе что-то вроде блеск или сияние цитрусовых аромат он принципе он кисло-сладкий такой вкусный женственный цитрусовый мне он напоминает больше вот сахариен вот и все лоран такой кисло-сладенький бело цветочной немного ой приятный женственный аромат конечно не без вот этого духа хороша пусть даже не винтажного а уже современных ароматов но все-таки их объединяет какая-то вот то ли сердце то ли база что-то такое интеллигентное что не дает им впасть вот такой поверхностный легкомысленный свежак ими наслаждаешься действительно собранный аромат свежий цитрусовый но он не рассеянный такой достаточно собранный этот аромат из линейки лекаска дэроша в двенадцатом году вышел очень красивые ноты у него ананас манго перчик я чувствую цитрусовый и жасмин конечно такая легкая фруктовая сладость такая сдержанная в духе роша и еще один аромат от роша летний свежий голубой водный цитрусовый в общем та же самая опера тоже канитель аромат aqua woman от роша он уже давно снят с производства и мне во что бы то ни стало захотелось его иметь и когда я нашла на ebay эту тридцаточку за приемлемую цену я купила через пару дней я заглянула на paypal и увидела что я заплатила своей подруге я купила его у подруги и с другой стороны я написала что я у тебя духи купил в общем он о нем ничего нового сказать не знают мест мне сложно что-то этот вроде бы они одинаковые но конечно в них есть какие-то отличительные черточки в принципе это цитрусовый древесно-водный зеленый свежачок но это же роша до верхах он абсолютно водно-цитрусовый он живет искрится струится и вы знаете вот в нем больше убедительности что это море это голубая чистейшая свежая пучина а в базе в базе он конечно с присущей ароматом роша легкостью глубиной главной интеллигентности я как-то пока не хочу торопиться им сильно пользоваться много есть чем все-таки здесь тридцаточка всего и он такой редкий снятость хочется оставить его в коллекции так изредка в общем-то ароматов у меня таких вот подобных голубых свежачков еще если порыться найдется наверное прилично поэтому я больше не буду уже ничего вытаскивать конечно каких-то специевых пряных восточных гурманских гораздо меньше на лето ну вот такой вот традиционный вкус традиционное восприятие и я тоже под эту гребенку попадаю на другие другие ароматы я летом ну просто не выношу вот у меня проблемы все меня душит кроме вот таких вот свежачков а да еще парочку забыла от и фраше коллекция это это коллекционка кто называется летняя коллекция четырнадцатого года кажется и у этого аромата автора фрэнсис куча я честно говоря стыдно признаться но я не знаю ни одного аромата вот от фрэнсиса именно его от наименного бренда сначала этот аромат мне жутко не нравился у меня было три флакона как минимум такая история там интересная произошла я заказала его когда был клиренс несколько долларов и посылками не пришла я пожаловалась и фраше они выслали опять потом опять и в итоге у меня много всего дупликатов посылок в итоге посылки все пришли и не знала куда его девать и он мне жутко не нравился я брызгала его в ванной комнате на занавеске на пол машину чего только с ним не творила и вдруг в этом году я попробовала то ли случайно не знаю что мне дернула я нанесла его на кожу и думаю ну а как это как это прелесть мне казался каким-то ужасным вот так вот потому что делает кожа так-то он никаких каким-то освежителем простеньким казался она кожи он раскрыт раскрылся просто красиво ну вот ну недаром пусть даже это бюджетный аромат но автор есть автор аромат этот цитрусово-фужерный и там в сердце есть цитрусовый цвет я знаю у меня с этой ноты не лады и аромат вообще ни капельки не стойкий вот хоть облейся хоть улейся но у меня просто много всего другого интересного что до него руки уже не доходят и разве что в бассейн можно его одеть но у меня есть еще один аромат blue vegetal кажется так произносит тоже от эфра 6 той же серии недорогой вот мне он больше нравится в бассейне у меня кстати из этой серии еще есть сумка с которой хожу в бассейн и полотенчика и все это вот пахнет этим также у меня три экземпляра пришло в той же посылке и все это благоухает бассейн то есть убивает этот запах хлора у меня больше нравится чем предыдущий и в нем только две ноты жасмин и пергамот и не потрясающе сыграны здесь и еще один маленький ароматик который мне очень приятен летом это от oriflame precious moment фланкер от того самого золотого precious это мерцающие если его взболтать там перламутровая такая пыль и вот именно это мне мешает им пользоваться ну куда ну что на одежду на шею вдруг вот блестеть и так вот шея будет у меня есть такой крем большой банки и я летом и мазюка есть просто потрясающе балдею от своего аромата и изредка так прескну на себя вот это стоит в общем-то для красоты от аромата я балдею в качестве крема потому что я не хочу на себя был бы он без вот этой пыли было бы прекрасно как ни странно но ароматов от эйвен у меня на лето совершенно нет ароматов эйвенских у меня очень много но вот на лето я себе ничего из них не могу подобрать может быть вы мне если вам не трудно что-то порекомендуйте поделитесь что вы считаете от эйвен летом самый раз а вообще мне безумно понравилось когда вы мне рекомендовали в комментариях например весенние ароматы я благодаря этому прилично раскошелилась и мои хотелки увеличились троекратно но мне очень это нравится когда люди что-то рекомендуют потому что когда с потолка брать неинтересно ароматы мне всегда интересно у кого-то подсматривать и кого-то подслушивать вот если вот так все ароматы мои собрать в кучку вот эти вот которыми наслаждаюсь этим летом я просто сама себе поражаюсь ну насколько я долго могу трепаться об ароматах надо как-то я не знаю как но что делать что делать чтобы сказать в двух словах об аромате и еще и наверное сокращать количество я надеюсь кто-то кто-то досмотрит до конца мое видео и вам будет хоть сколечко интересно мне очень очень хочется этого для меня это вот как вот с подругами пообщаться о парфюмерии потому что у меня в жизни в моем окружении таких людей нету с кем я могу вот так сесть и потрепаться о парфюмерии вживую поэтому вот youtube и общение с вами для меня какая-то вот отдушина в этом плане я очень очень вам благодарна за просмотры за комментарии трудно в словах выразить и столько людей на меня подписались изъявили свое желание дальше смотреть слушать мои вот эти вот россказни для меня это просто грандиозно сотни людей это для меня грандиозно я даже не надеялась не думала об этом я очень благодарна вам всем и каждому спасибо большое от всего сердца надеюсь до самой скорой встречи пока